Продолжение следует... 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 Находится примерно в 20-30 минутах на автомобиле от Шерегеша, от одного из самых знаменитых курортов в России. Знакомые ученики туда ездят кататься, ученики не по лыжам, по профильной дисциплине назовем это так. И хвалят, и говорят, что действительно круто, сравнимо с... Показывали видео прям за зависть. Да, совершенно уникальный снег, выпадает иногда за сутки до метра снега, и он такой особенной консистенции, по нему очень приятно кататься и на горных лыжах, и на сноуборде. Ну и вот Екатерина финиширует, чуть-чуть пободрее, как мне кажется, прям вытягивается в струнку. На шишечку прям приземляется. Это, конечно же, не страшно, но крадет, скажем так, драгоценные секунды. Секунды, секунды. Здесь все, поскольку в десятках. Понятно, что это смешно сейчас по первым двум результатам, такие рассуждения слышать. 50, 46, 60, 57, 96. Но на высоком уровне все это нивелируется, нивелируется до десятых, и тебе вот это приземление, то, о чем говорит Андрей, на бугор будет, в общем, дорогого стоить. Ничего хорошего в этом нету. Но здесь доработал до конца. Молодец. И 50, и 1. Ну, то есть она гарантировала уже 50 и 10. Она гарантировала себе место в полуфинале, как минимум, потому что у нее результат лучше, чем у Елизаветы Филипповой. И Диана Популова, представительница Республики Башкортостан. Вот у нас первая из двух здесь. Кстати, да, я смотрел информацию, пытался найти о Популовой Диане. И что интересно, она... Ого! Она выступала, видимо, там, она из детской спортивной школы, из Уфы. И она выступала в дисциплине сноуборд какое-то время. Ну, я думаю, что это вот как раз та история, что если есть именно спортивная школа, то они накатываются и там, и там. Но это все равно, что... Ну, да, может быть, там в детстве с этого начинало, потом понравились больше горные лыжи. И выбор пал, собственно, вот в итоге на скейкросс. Вот посмотрите, она-то... Вот она очень хорошо идет. Вжимается очень хорошо, проходит контур-клоны. Вот и здесь посмотрите, набирает, умничка. Конечно, если как раз спортсмен долетает до вот прям зоны приземления, ни на шишку, ни на стол, еще сильнее ускорение, еще сильнее она как бы вкатывает вот в этот финишную черту. И на начальной гребенке она очень хорошо попала вот в эти волны. Мы с Леной Вороной, Елена, большой привет передаю, на универсиаде в Красноярске, там зимнее было дело. Там очень много, очень здорово вместе тогда доработали, отработали. И я, собственно, плотно познакомился со скейкроссом, да и борткроссом именно там, потому что... Ну, много его. И работать пришлось и смотреть. Ну, не пришлось, а получилось, назовем это так. Потому что это удовольствие все-таки. И как раз там была гребенка очень коварная. И люди, которые на ней что-то делали не так, 46-31, это первое время на данный момент. Люди, которые на ней застревали, они дальше через эту гребенку на лыжах практически убегали. А на борде ты особо не побегаешь, там только попрыгать можешь на двух ногах, и то не сильно, да. И вот это смотрелось так довольно забавно. Так и здесь. Если вот попал в эти вон, вот здесь дотолкнулось, чтобы дальше перепрыгнуть, нормально. Если нет, вот чуть-чуть не доходит, видно, что скорости уже нету. Она уже здесь немножечко села. И поэтому Анне Хендугиной будет тяжело сейчас набирать. Какой-то еще высоко стоит еще, по-моему, по-моему. Да, но здесь все-таки это выглядит более-менее вот эти вот тейблтопы в самом начале, да, или, как вы это называете, гребенки. Ребенки, да. Да, они, собственно, выглядят, ну, вполне себе проходимыми. Потому что на некоторых соревнованиях мы можем наблюдать, что спортсмены прям буквально застревают в этих самых ловушках. Ну да, да, да. Как ловушки. Это организаторы делают, я думаю, специально, чтобы всем было весело. Ну, то есть, чтобы им было весело, а спортсменам не очень, да. Так, Смови тоже попадает. Тоже не долетает. Попадает. Я думаю, что результат будет, ну, средний. Средний, назовем так. Он, заезд не получился, но, как это часто бывает, если не получается, как, ну, как Бобслей, Скилли, Тони, например, старт не получился, дальше будет очень тяжело нагнать, только твое идеальное пилотирование тебя может спасти. Сейчас дождемся времени ее результата, возьму небольшую паузку, потом продолжу. Продолжение следует... Продолжаем, дорогие друзья, результат Анны Хиндугиной у нас был 57.99. Теперь она, к своему великому сожалению, замыкает вот всю эту кампанию 57.96. Помните, мы с вами успели порассуждать о десятках, снова три сотки. Вот они. Сейчас кто-то попадет в финал, а кто-то нет. Да, бывает так, что вообще между лидерами там буквально две-три сотых. Да, да. Кира Осипова у нас сейчас с вами в райский федеральный округ, 2008 года рождения девочка. Ну, тоже очень хорошо преодолевает первые препятствия, вот эту вот линию. Вот, кстати, хотелось бы к вам, как к организатору всевозможных соревнований, обратиться. Трасса насколько сложная для вот этого уровня? Ну, трасса, в общем, здесь, скажем так, может быть, для этого уровня она все-таки сложная, поскольку... Ну, сейчас еще четверо поедет, не забывайте. Да, но, тем не менее, если мы говорим в целом о дисциплине ски-кросс, это, конечно, упрощенная версия для, скажем так, для юниоров, для детей, да. Это, видите, даже некоторые, бывает, не очень правильно преодолевают вот эти все препятствия. Так что можно говорить, что для них это все-таки трасса хорошего уровня сложности. Ну, а как бы мы все видели ски-кросс на Олимпиаде и так далее, на чемпионатах мира проходят. И трасса подлиннее, и пролеты побольше, и... Пролетов, может быть, несколько. Да, вот эти всевозможные валики, роллеры и тейблтопы, они, конечно, выше. Ну, и, ко всем прочему, здесь, я так понимаю, что существует, во-первых, некий стандарт, сколько у тебя чего должно быть, а, во-вторых, там включается фантазия организаторов, а что мы тебе туда сделаем на эту трассу. Это, конечно, не слоп-стайл, где там простор для творчества куда побольше, да, 48, 58... Да, ну, вообще, совершенно верно, есть какой-то определенный, есть определенный регламент, да, и вот эти все препятствия, они в строгом соответствии, там, с правилами. Ну, там понятно, если, там, до 16, то вот такие, вот такой высотой, вот такой последовательность, если свыше, там, 16, 16, 18, условно, это уже другой, ну, а если взрослый, это взрослый. Ну, главным образом здесь именно длина трассы работает, значит, перепад высот тоже играет роль, да. Ну, и высота, да, самих препятствий. Диана Хайрулина, республика Башкортостан, 2007 года, участница. Ну, это, конечно, сугроб на повороте. Раз, из него уехал, и все, потеряло. И потеряли. Ой-ой-ой. Такое ощущение, что чуть-чуть не справилась со скоростью, это, может быть, обманчиво. Не, ну, действительно, она, вот, например, вот там были пролеты, которые, вот, нужно действительно пролетать, да. Я думаю, что ребята в квалификации будут прыгать, да, они, конечно, будут прыгать, и все, все, что, возможно, будут перелетать. То есть, выглядеть будут, ну, помощнее. Ну, это, да, это то, что и отличает базовое качество силы и скорость, простите, они у нас исходно выше. Ничего с этим сделать нельзя, да. Ну, тут оговорка при одинаковом уровне подготовки, что если поставить на лыжи, там, вот эту вот девочку, да, и поставить меня, который эти лыжи только по телевизору видел. Но много раз, да. Надо, ребята, быть сильно разный. Ну, очень жестко она, конечно, приняла последний большой трамплин. Мне всегда не нравится, бьются же ноги вот так. Ну, на самом деле, все-таки лыжи, которые для скикросса, они своими свойствами обладают специальными, да. То есть, вот есть лыжи карвинговые, они по всей длине жесткие. А что такое карвинг? Поясните, не все может быть карвинговые. Карвинг – это резанные повороты, что на лыжах, что на сноуборде. То есть, если вы, ну, это вот, например, классический слалом. А для чего лыжи для карвинга? Ну, это жесткие, большая скорость, жесткая трасса, ну, уверенный такой спуск, скажем так. Это все мы видим, когда смотрим соревнования по гигантскому слалому. Там нужна жесткость, там нужна скорость. То есть, там, ну, лыжи слаломные, они тоже, естественно, как бы другие карвинговые. Они больше для таких вот резаных поворотов. Там, торчок талии, все это сделано. Здесь тоже для поворотов. Здесь носки лыж в данном случае жесткие у специализированных лыж для скикросса. А вот задники как раз мягкие для того, чтобы амортизировать на приземлении. Поэтому вот это такое кардинальное отличие, именно вот в жесткости. Так что, если они даже приземляются, значит, основной удар приходится больше на заднике, в пятке. А лыжи как раз амортизируют, и поэтому относительно безопасно. Ну, плюс ботинки все-таки, это тоже надо понять. Плюс все-таки они приземляются, мне это не могло, они приземляются под прямыми углами. Это все-таки, ну, для блоковидного сустава, которым колено является, это более адекватная нагрузка, нежели боковая. Мария Бугаевская достаточно уверенно проехала. Мы так заговорились, и восьмого номера не представляю, не успел представить. Да, молодец. Действительно, очень хороший. Должен быть результат. Ну, ей все, что выше сорока, сорок шесть девяносто три, это третий результат на данный момент, только на секундочку. Сорок шесть девяносто три, то есть вот, то есть топовое время здесь, конечно, было, ну, сорок шесть, все, что ниже сорока, сорока семи, то есть сорок шесть с копейкой, вот это три первые места, которые будут претендовать на что-то. И девятая участница – Диляра Валеева, Республика Татарстан. Единственная здесь участница из Татарстана, 2007 год рождения, ну, сейчас посмотрим, застряла. Ну, и вот она не долетает, то, что вот она не отработала как следует начало самое, да, не набрала достаточной скорости, она на первом трамплине, получается, приземляется на стол или на шишку. Как угодно это назовите, но результат от этого будет страдать. Ну, так интересно, вот взрослые, ну, я даже, что вы видели неоднократно, катаются кто с палкой, а кто без палок. Любопытно. Ну, мне кажется, что вот именно в спикроссе всегда там… Не, здесь в начале, да, в начале палки. Ну, вы знаете, я имею в виду, ну, вот другие фристайльные дисциплины, например, какой-то уже вышеупомянуты могут, да, вообще не понимаю. Ну, ну, нет, катаются не на соревнованиях, разумеется, на соревнованиях, там, без палок. Вообще без палок катаются ребята, которые выступают чаще всего на бигейре, там, с лобстайли, это, ну, на некоторых соревнованиях допускается, да, потому что, конечно, без лыжных палок удобнее держать грэб, например. И… или можно взять какие-то такие грэбы, которые, ну… Которые с палками в руках, ты просто, ну, не схватишь, не дотянешься, неудобно это делать. Бывают же и дабл-грэбы, и сначала там в первой части вращения спортсмен берет один грэб, и потом, когда он провернулся, допустим, 720 в заключительной… В заключительной стадии 360 перед приземлением он еще дополнительно хватает другой. Гиляра, седьмое место, 54-41, 54-41, седьмой результат, ну, нормально. В принципе, здесь уже все достаточно понятно, и Анна Хендогина у нас, получается, отваливается из восьмерки с результатом 57-99, сейчас, лучшие моменты. Ну, и плюс еще добавим по наличию или отсутствию, присутствию палок, вращение. С палками вращаться менее удобно. Ну, потому что в любом случае это дополнительная парусность, дополнительная конечность, условно, которая торчит, как-то ее не подбирай. Вот, и если в лыжах, ну, вот я пайп лыж не вспоминаю, там, ну, без них никак, ну, тяжеловато. Хотя кто-то, кто-то, кто-то прыгает и без них. Так, ну что, у нас, собственно, квалификация за таким неспешным разговором потихоньку даже прошла, и результаты, ну, результаты какие-то были показаны. Понятно, что самое интересное у девчонок начнется уже после, уже когда начнутся полуфиналы, и малые и большие финалы, соответственно, что будет совсем рядом. Ждем промежуточную табличку, после чего ненадолго с вами расстаемся. На короткую паузу, естественно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 в паузе то что скорости падают скорости падают конечно буквально за 15-20 минут такого плотного снега алексей ошибается ошибается к сожалению алексей васев довольно сильно то что-то ошибочка что с ним творится передергался может быть восьмого года это все ребята достаточно молодые прямо скажем но здесь ошибку на прям серьезный серьезный но ты здесь тоже пытался перелететь но оба раза на шишку там приземлял это был не трамплин такое своего рода гэп там когда из одной из одного скажем так роллера приземляешься в другой перелетая вот эту плоскую часть и вот по-моему у него ни одного роллера не удалось ни один вот такой гэп не удалось пролететь чисто да а там не повезло не не задалось прям самому началу алексея до скорость и надо в этой дисциплине раз просто вот завалился про завалился чуть-чуть даже не палка скорее он перенес вес тела и на носки как-то вот ну и вот тут здесь но кстати вот это вот проскальзывание да и она могла бы быть из-за вот этого свежего выпавшего снега на как микро ямы незамеченные то в нее приехал да даже у тебя лыжа подруга даже там на мило допустим попал в сугроб то есть там может наметать описать какая плотность снега за 15-20 минут там на трассе могут реальные изменения думаю что здесь между квалификациями обязательно должна идти группа заглажки чтобы убирать вот этот лишний снег 45 53 ну кстати вот все оказалось на самом деле не так страшно там девчонок разнос был по 10 секунд так на секундочку но тут что будет мир хан мулиев республика татарстан замечательной республики вот вроде все сделал нормально первые опять попал но снежной кондиции тоже меняются то есть снег когда падает он может быть немного влажного соответственно здесь уже для влажного снега необходимо необходимо парафии на такие уже под температуру близкую к нулю или даже здесь ноли есть да да и если например тренер там или сервис мэн не отработали по погоде подготовки лыж до определенной погоде там где-то может быть ошиблись тут вот конечно это тоже сказывается на результате то есть вроде все сделал правильно но вот такие недолеты вроде как такое ощущение что лыжи не едут но не так как нужно так как надо вроде ну вот соглашусь алексей очень точно сейчас на самом деле подметили у нас вот вроде все делает правильно не катит не катя здесь ну нету запрета нет каких-то секретных смесей пластика да вроде и вжимая вжимая хорошо правильно и и плотненько не сказать что ошибается где-то на виражах город и даже здесь обратите внимание а вот мне не разгоняет его нет скорости тем может быть это обманут оптический обман да нет вот время 50 35 это явно нет явно не попадание в в мазе потому что не было зримых грубых таких ошибок который был так отодвинули андрей куренков сибирский федеральный округ 2008 года рождения нас готовится принять старту такой закрытый видок так ну и обратите внимание на одежду который выступает то есть ребята которые выступали до этого они такие все больше в обтягивающих таких комбинезонах что уменьшает собственно парусность ну а здесь видимо такая экстремальщина ну фристайл да может быть это ну даже не могу может быть еще дополнительно выступает в акробатических дисциплинах до одежда вот похоже прям как раз на спортсмена которые в пайпе может быть выступает мобильная дисциплина запросто мудра совершенно ну да да и у девчонок тоже если так посмотреть там много представительниц которые вышли из могла а может быть даже совмещают могул вот да и здесь соответственно вот соски кроссом последний бугор не покоряется андрео трамплин такое получилось но здесь то есть и соглашусь сказал даже даже pipe что-то вот туда может быть ближе ну на самом деле заготать можно сколько угодно спортсмены молодые не со всеми из них мы знакомы мне лично нравится такая стилистика в одежде но конечно это может сказываться немножко роста тогда на скоростях помните же тот знаменитый скандал с этими с горнолыжниками которые летающие лыжники с трамплина когда они себе там комбинар комбинезона ему уже принудительно скорость до еще и с этого что еще хуже 52 14 здесь еще мне кажется люди пошли кондиции трассы то о чем вы говорили то есть первый проехал еще снегу не насыпал и сейчас подушка увеличиваться до подавили ладует снежный покров глеб шустав кемеровский из кемерово с кузбасса ну собственно местные дома не сайта разбас это вот это место где мы сейчас находимся это шерегеш это новокузнецк таштагол это вот как раз кузбасс кузнецкий угольный бассейн это вот собственно шахтерские города прокопьевск тоже недалеко ах я помню для довелось как раз кемерово быть бывать приглашали меня туда друзья и знакомые на соревнования шахтерская слава знаменитый борцовский турнир хорошей серии с хорошим призовым вот туда в кемерово массу удовольствия получил и от самих соревнований и вот в принципе того что успел посмотреть успели показать звали в шерегеш потом но все пока никак не доеду каюсь собраться до красивейшее место особенно в ясную погоду а если мы есть еще там какие-то интересные снегоходный заброс такие природные такие очень красивые верблюды называют скалы ну давай 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 посмотрим интересно показалось вот опять оказалось показалось насколько наше зрение насколько наш мозг штука достаточно с одной стороны совершенно с другой стороны не совершенно субъективно казалось что шел быстрее объективно это может оказаться и не так ну потому что мне тяжело оперировать на этой трассе категориями скорости непривычный да и тяжело без привязки ко времени к базового он еще еще для эксперимента вы знаете что сделаю я на следующий заезд а включить куда мир по времени когда он уйдет и посмотрим на сколько будет точное время так 66 хорошо ехал хорошо их и быстро 652 он почти себе гарантировал уже вместо в максим миранчук сибирский федеральный вопрос поехали о подскользнулись и скорее но здесь хорошая тоже скорость значит все таки дело было бы именно в парафине в попадании потому что если двое проехали за теми кто прошел за 52 и скорость есть другое дело что с мяч справиться надо здесь молодец молодец под собрался старается поджимается заполнить заключительный трамплин но такая хорошая рубировочка хороший будет я промахнул ну то есть это район 46 секунд будет плюс-минус я думаю что даже может быть и меньше может быть и меньше что я здесь потом промахивался выключал не включал сорок пять восемнадцать это отличный результат а хочу сказать сорок пять восемнадцать это второе время получается на данный момент это кандидат в тройку но вот получилось что алексей трещу который первый ехал сорок четыре семьдесят два это лучшее время пока но но реально хорошо прошел без дураку 45 18 да абсолютно верно максимум можно поздравить результат очень неплохой вообще здесь да вот усложняется ситуация не только с точки зрения покрытия да ну вот эта метель на больших скоростях видимость бьет в лицо это действительно очень сильно отвлекает роман герц посмотрите очень уверенно прошел в самом начале умничка уральская вот эта первая часть наверное самая идеальная была пройдена ну а дальше посмотрим как получится у него скажем так по времени до обойти алексей справятся но куда пока идет прямо прямо у о какие возгласы подбадривают его его жги и и раз тоже ручка смотри этого и лунка ну что лучшее время или нет сохранил интрига очень здорово прошел первую часть очень да это лучшее время 44 43 это лучшее время ну на три десятки практически он обогнал алексей треща и промежуточное первое место сейчас это на самом деле не принципиально поскольку знаю что мы скорее скорее для себя так но вот плотность результата в борьбе за тройку обратите внимание здесь будет 44 43 44 72 и 45 18 все в пределах клуб полусекунды на расстояние вдоха до не больше но и не меньше а еще не все доехали еще есть у нас и илья васильев представители республики башкортостан вот он собственно вашему вниманию насколько вот это грамотная вещь на воротах вот этот линейка которая стоит когда ты череде прошел в еврею за задание надо селиме 3 да вот она конечно да там даже именно вот вот записывать удобно просто финиш тебе не надо спрашивать и суди секунду не дали как-то который который кстати там тоже есть что если эта система накроется чем-нибудь то замеры результаты будут вручную как раньше их и делали даст с финиша значит стартер стартеру сообщаю что финиш готов значит система работа работает то есть илья васильев финишер и тоже очень хороший финиш великолепный но вот система работает значит до система работает значит все можем может человек стартовать просто передают что стартует такой-то номер все как только он стартует такая планочка сдвигается отчет пошел все очень удобно как только он пересекает финишную черту телеметрия как вот садил финиша финиш лазером фиксируется или чудо финиша фиксируется какой-то на специальный ниточка нет ниточка конечно фотоэлементом да так что ну тут да между я так понимаю что финишных столбов стоит какая-то система которая совершенно верно кирилл хабукин сразу же автоматически показывается время которое остается только записать татарстан ну да тебе не надо выходить по рации насеку номер 300 какое время старта а сколько уже сказал да уже все поняли за кирилл высокий смотрю прям ну заметно же длина конечности не скроешь летает как раз вспомнили про летающих лыжников летучие мыши натурально уже не до хорошего доходила я помню просто эти эпизоды натурально уже как в инксютах там прыгали и убиться можно было совсем можно было перелить фанаты как и большое количество фанатов ну в отличие до знать не будем показывать по или чемпионата мира где со зрителями были проблемы здесь все-таки народ побольше ну и курорт покрупнее плюс это ну один из национальных проектов я думаю что здесь зрители и участников ну привлекали конечно же и плюс для ну кузбасс это событие событие крупное то что дети азии достаточно масштабный проект был до этого 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 ставим и по мероприятие на котором проходят собственно и концерты звезд помимо прочего то есть есть культурная программа соответственно наверное днем зрителям могут на специальных автобусах я так думаю до приехать посмотреть вот эти вот старты дальше потом вечером уже сходить допустим на концерт ну куда-нибудь да петр грищенко почему петр-то господи вот обратите внимание после результата в середине тобой были сорок шесть пятьдесят два сорок пять восемнадцать четыре сорок три результат под начали падать сорок восемь двадцать восемь сорок восемь семьдесят девять сейчас посмотрим чем ответит алексей ой петр грищенко прошу прощения и алексей алекин который будет закрывать квалификацию у ребят ну пока вроде все неплохо да еще на финише мне показалось под разогнулся неплохо разогнался на последнем трамплине вылетел туда ближе под середину скорость его до скорость значит была и скорость была неплохой если тебя туда выбросила а значит ну у тебя прохождение трасса 44 41 получается ну отлично 44 41 это лучший на две сотки результат чем романа герца там 44 43 сейчас у петра на 44 41 промежуточный прям вот буквально 44 вот они до лидеры и алексей алекхин сейчас ну и вот опять результат 40 кстати кстати говоря о лидерстве сейчас говорит сложный вообще в рамках этой дисциплины про лидерство сложно говорить поскольку каким бы не был быстрым спортсмен один здесь здесь вас до 1 ты можешь показать результат а когда все-таки стартует четверка здесь уже со своего рода такая тактика нужна да то есть спортсмен видит своих оппонентов пытается перестроиться пытается не пустить пытается до реализовать какие-то свои козыри я хорошо быстро стартуя хорошо эту грибинку знаю я уеду вперед вы погонитесь за мной но что-то пошло не так да зажали оттерли вывели на внешний радиус поворота да и не на внутренний и его твоя скорость тебе уже но не сильно помогает то что кроме 6 10 но ты 4 46 10 6 место он тоже квалифицируется достаточно уверенно я смотрю кто отваливается из сквала это ну по всему раму ли это по всей видимости 1 и андрей куринку с нам сообщат видимо 2 покажут табличку уже нам и зрителям с циферкой клуба после лежал то что на что с циферкой q если тоже так мне очень нравится скорость конечно потрясающе сколько они там едут километров в час мы все сложно сказать да наверное какие-то такие цифры например так если на лыжник заходит на трамплин скажем так то это где-то примерно там от тридцати пяти до сорока пяти до сорока двух километров в час да это вот именно есть скорость заходный трамплин в некоторых случаях конечно достигает 60 но это если прям нужно рекордный совершить там прыжок ну и серия бывает такое для большого вращения какого-нибудь там квадро порка строят большие трамплины и там важно то а там еще ты подвязан в любом случае конструкция со стандартов трамплин на бигейли ты условно такой не прыгнешь да нет в рамках соревнований чаще всего хотя вот на x-геймс например строя такие большие трамплины для того чтобы но они определенные конечно еще конфигурации чтобы спортсмены они они допустим сделано как-то роллерами или пуляют вверх чтобы был эйр чтобы был эйр и было было время для выполнения там элемента ведь на x-геймс лыжники фристайлисты уже крутят 2160 сколько это по-моему у нас шесть оборотов вокруг своей оси 360 умножить на 6 на это уже вообще ума помрачительно ну да там с точки зрения координации уже просто мозг взрывается итог дорогие друзья ну вот восьмерка которая квалифицирована и трое которая трое остались за кадром у нас получается будет вторая страничка на которой мы собственно и увидим тех кому как-то в том популярным как вы видите возик оборковки мухю стоят напротив каждой фамилии это значит квалифицировался понятно вторая табличка вот остальных не показали остальных не хочу путевнут а остальные не влезли но и как бы ладно давать не будет давать небольшую паузку возьмем чуть-чуть вздохнем дальше уже полуфинала и финала а а а 11 часов 46 минут судейское время квалификация на этом считается а а в 12 часов 00 минут начнутся финалы вот а а Продолжение следует... 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 не очень хорошо разбирайте выберите себе один цвет из него болейте это все ярко зримо до наблюдать желание тем более все вокруг такое белое черное серое да и вот как раз конечно же эти яркие манишки они нам дадут понять возможность людей 1 полуфинал желтая засиделась на старте есть да да такое ощущение что прям вот ворота открылись она не успела скатить да вот тут образовались у нас уже о желчай падение да ну то есть я думаю что здесь будет уже прям dnf не знаю вообще поедет она не поедет она просто не сможет набрать достаточно до куча горости ну прыгать не надо просто проекте проекте на последнее торопление не прыгай просто здесь уже вопрос они не про это обратите внимание спортсменку красный мальчик это хорошо уезжает вот это как раз достаточно удобно пытается зеленая сесть и за спину но нас вот просто коробка что значит навязать сразу борьбов лидерство навязать борьбу да ну что красное и зеленое сейчас посмотрим здесь поскольку у нас и осипов получается обожаю вот это вот это слышали или нет дорогие друзья маски сняли стоим улыбаемся какая прелесть да так прям по спортиву сняли маски стоим а кому не нравится того накажем да все игорь построили за 1 но здесь лыжи отстегнулись а там уже понятно что я честно говоря вот на этот момент я не видела стегнулись лыжи от стадия видно что да а кстати с лыжами это вот такая история да если вы заметили на либо сам спортсмен либо тренер помогают избавиться от лишнего и лишнего лечения на налипшего на подошву горнолыжного ботинка просто если там бывает даже чуть-чуть налипший снег и вроде как встегнулся спортсмен а подушка осталось осталось да и вот в каком-то повороте достаточно резком все это может легко а получается другое усилие другое нажатие на спортивный снаряд непосредственный привет да не доехала к сожалению масочки да давай сердечки хотя бы нет если да милота так и результат диан пополова киросипова большой финал и хайрули на фиа филипповы dnf здесь это не указано да это в общем то и не имеет никакого значения поскольку до финиша добирается соответственно большой финал не попадает автоматом ну и что ж вторая четверочка давайте посмотрим здесь еще надо на старте все-таки не промахнуться там проблем были с самого старта промышленникова бугаевская познякова и вали его да софи промышленникова красная маечка мария бугаевская зеленая и переделы екатерина познякова синяя ну и диляра вали его желтая поехали и в этот раз кто у нас застрял желтой к дядяра диляра вали его у нас тут застревает но все равно в отличие от предыдущей четверки она все-таки вот желтенькая до пытается настигнуть уже на бугаевская так вы знаете хорошо там сколько запасы и запасы растет и в лидерах часы и просто это настигает ее промышленникова софья вот у нас двое открывались да вот эти вот лидеры на вот она как раз ездить села за спину и на ки 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 будет выкатывать вот это вот интересный момент ну-ка 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 кто-то бугаевская да бугаевская вот это вот грамотнейшая тактически поступила промышленность трасса короткая не было и был единственное пожалуй пожалуй место для атаки это как раз перед заключительным трамплином перед большим сесть в мешок набрать дополнительной скорости вынырнуть оттуда значит как в сторону перед прыжком и попытаться атаковать к и вот и атаковала и сделал но почти получилось но нас великолепный кстати за и здорово очень такой интересный финиш скорость у девчонок шикарная для таких погодных условий и соответственно мария бугаевская и софи промышленникова у нас и выходит большую финал да даже фотофиниш но они близко шли да то есть ну очевидно нет вот здесь все четыре стоят улыбаются прекрасно все финишировали все довольны немножко расстроены ну что таким образом что мы имеем таблицы полуфинал 2 сейчас интересно если будет сводная табличка будет понятно будет ли малый финал но по совести надо проводить ну так чтобы ну чтобы соблюсти традиции регламента виды спорта да но часто бывает бывает что не бывает вообще вот по своему опыту даже судейскому могу сказать что бывает такое ну или за погодных условий или из-за тайминга там ну и вообще когда бывает так что все понятно все-таки прогладывается на какие-то там такие вот моменты допустим у девчонок можно было бы там вот к примеру в бигере провести полуфинал но проводит квалификацию там все понятно и дальше уже просто финал потому что трюки плюс-минус но одно и то же да да поехали 1 4 полуфинал прошу прощения мужиков петр грищенко красная майка максим миранчук зеленый алексей восяев синяя и илья васильев желтая вот как-то у нас возле я васильев под отстал сначала но видите он прям наверно наверстывает на вираже сало слопал миранчука в переносном смысле заставил это удернуться да и обошел обошел другое дело что успеет ли потому что там конечно уезжает грищенко на пару с васяевым васяев даже сейчас вынуждает и смотрите падение какой обратите внимание заградительные сетки они прям бывали случаи когда очень жестко на вираже вылетал лыжник и но сетки они поэтому вот в таких в таких повороте когда на этих контр-уклонах где самые жесткие могут быть вылеты они поэтому там двойные даже бывают тройные там на чемпионатах мира чтобы даты каких-то чтобы наверняка ты там никуда не делся уже все попал в эти сети петр грищенко и алексей васяев у нас таким образом выходят дальше грищенко и васяев пишем здесь васяев и васильев главное не перепутать еще видится имя полноправо васяев так а что там случилось на повороте давайте посмотрим здесь пошла борьба вот тут у вас есть допускал скользнулся есть подскользнувшего что здесь лыжи пошла не видно да вот здесь это будет марить и да просто проснулся проскользнул не справляется да ну то есть там возможно излишки снега под ним там жесткий ну то есть возможно даже грех покрытие да стал не так стал не до чуть просто и видно было что он чуть-чуть чуть-чуть задавил сильнее кант и просто соскользнул там такой был рельеф поворот этот контур клон ну и красные синие майки соответственно финишировали достаточно спокойно в достаточно комфортных условиях с чему в общем то их и поздравляем или я так ну не смог достать потому что вы понимаете да здесь трасса все-таки юниорская на короткая здесь проиграл старт очень тяжело догонять эти там будет время на но одну ну край две атаки там нету такого времени догонять раздаст арт вообще в этих дисциплинах традиционно очень важен самое главное по-другому ты не скажешь мало финал будет нам нам говорят коллеги большое спасибо нашему редактору наш трансляция не макаровой которая заблаговременно нас с вами дорогие друзья успокоила но что все-таки малый финал будет ну потому что на самом деле вот и знаете как дополнительный шанс все-таки еще раз посмотреть на тех кого не получилось вдруг вот у кого смотрю и самолюбия техники мастерства хватит чтобы но выиграть свою гонку да конечно в любом случае это соревнование здорово для многих спортсменов по соревноваться роман герц красный алексей трищи зеленый алексей алёхин синий и глеб шустров желтый смотрите-ка как глеб шустров как будто впереди вот такое столкновение ой 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 это на рукой толкал полное ощущение было прямо так отодвигал но контакт ничего там не было говорят ничего там не было алексей алёхин и глеб шустров впереди были буквально мгновение назад и смотрите на повороте атаковал же да роман я сейчас ой 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 ох как плотно все посмотрите на последнем трамплине все уже настоящий зрелищный такой скикрос и вот они сейчас два лидера синий подскальзывается у нас алёхин и в итоге красный и а зеленый подскальзывается это алексей трищи и соответственно красный и синий получается роман герц и алексей алёхин но вот это вот да достойно финала прям достойно достойно ну и вот кстати очень интересный момент глеб шустров он сразу вырвался вперед на старте но не смог удержать вот это вот свою лидер а герц наоборот он обращался на старте посмотрим с вами обратите внимание красный вообще за он четвертый уходил да только что успели порассуждать о парабах проблемах старта а роман но у нее здесь все было не здорово ему пришлось по внешнему радиусу атаковать сначала алексея 3 вот здесь вот прямо вот прям вот почти очень опасно очень все не завалились что я честно говоря в момент к там как раз камера меняла свой уголок на другую камеру еще переключался не показалось был завал то есть как раз в этот момент они пропали все но нет обошлось хотя на тоненького и вот здесь обратите внимание выкатывал алёхин прямо вот очень хорошо и до последнего виража вышла очень-очень плотная борьба пока собственно здесь уже от большого желания не ошибся смартфона перед большим перед сам финалом перед финальным трамплином что-то у него там не задалось ну да и пришлось здесь уже докатай то ухать без по без падений без травм уже неплохо вот тоже показывает нам как было плотненько на финише тут чуть опоздали так ну и до большой финал герц алёхин так что здесь ну на самом деле вот этот полуфинал наглядная иллюстрация того что не стартом все-таки единым если тебе ну как без ты ездишь хорошо то совершенно спокойно выигрыш ты свой заезд и никуда на тебя не денется ну что у нас есть состав большого финала есть состав малого финала вашему вниманию те вот которые без буковки q это малый финал соответственно те которые большой финал вы их собственно видите короткую паузу берем дорогие друзья и дальше возвращаемся уже на розыгрыш медалей и а и 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 Продолжение следует... 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 пройдет да да так и вся карьера пройдет и в общем начинаешь задумываться тем ли я занимаюсь потому что там пока вот этот вот а за ним еще может быть кто-нибудь такой же я туда вообще иду или не туда но эти мысли в том числе проверка собственной воли потому что ну понятно что полноконтактные всякие единоборства не важно борьба это бокс или там куда абсолютно параллельно здесь все-таки вид спорта не связан с очным противостоянием здесь все зависит от твоего класса твоего умения кататься потому что номинале здесь никто ни с кем не дерется да хотя это и контактный вид считается ну всех вроде как разогнали наконец-то по секциям у нас остается сами дорогие друзья малый финал и большой финал что-то затягивать немножечко про боже прокатиться мало мало финал первого нас вот это кстати хорошо что нам сразу его заявили но пока их ловит еще по склону я так понимаю но вообще конечно желательно побыстрее это все проводить потому что снег снежок все-таки подсыпает и температура повышается до стекло становится мокрый липкий так просто до плохих кондиций и даже не столько трасса сколько ну может быть результатов как бы это странно не прозвучало здесь вот вот это как раз тот случай про который кстати говорить здесь вот неважно кто первый проекта по это малый финал то финал престижа так называемый и тут медали не разыгрываются ну вот здесь как раз очень все здорово красная диана хайрулина зеленая екатерина пузнякова синие диляра валиева и елизавета филиппова желтая не торопясь выкатывается пока последний елизавета отстала хоть это и такое да финал чести да ну да ну проехать надо все-таки как-то накатить ну диана прямо сейчас отрывается мухая рулина как раз попал все то что не добрала в борьбе за большой финал за путевку большой финал она с лихвой себе здесь сейчас компенсирует каком заезде престижа как-то какой борьбы то не было то есть растянулись по всей трассе и вот один за другим финиширует одна за другой да и у нас последний вот финишит елизавета филиппова и главное как встали в начале так и пошли ничего не изменилось даже тени борьбы здесь к сожалению ну где здесь к сожалению другого не скажешь не было и получается у нас хайрулина познякова валиева и филиппа филиппа прошу прощения ну все собственно осталось теперь самое вкусное это результаты малого финала которым это вам только что озвучили есть как раз уже никакой дополнительной информации давать не надо и вот большой финал это промышленникова популова осипова и бугаевская которая в блестящем стиле прошла но у нас еще пока малый финал у мужиков мужиков и юношей все таки да илья васильев глеб шустав алексей триш и максим миранчук у ребят ну и полуфиналы были пожестче прямо скажем и со своей драматургии в том числе но здесь казалось бы задача достаточно простите надо прокатиться тебя вот заезд нет конечно было бы неплохо выиграть если ты не выигрыш ничего тебе не будет ну вообще ничего не будет ни в хорошем ни в плохом смысл тренер посмотрите ты проехал возможно скажет тебе что-нибудь недостаточно ласковая да по поводу твоего проката выступление в целом для нас баски тренеры они могут так сказать любые тренеры могут потому что но он особенно вот а иначе ты нет не тренер тогда в принципе то есть я как практикующий педагог тренера какая прелесть не не получится в такой снег не получится поспать не насыпется везде скажу то что но объяснение как один из видов педагогической практике как чистят чистят как раз при пленении да так объяснение работа срабатывать не всегда и не всегда то есть если те чек со второго раза не понял после объяснений неважно насколько хорошо ты объясняешь плохо ты объяснишь он не понял вот ему и следующий третий двадцать третий сто двадцать третий будет объяснить что это бесполезно на другие методы искать уже что есть кто хорошо понимают но их не слушается тело у них медленная скорость обучения плохая связка мозга налаживание нейронных связей на мускулатуру в сложной координации достаточно критично как кстати ну как и здесь просто тебе надо научить свое тело реагировать быстро на изменяющиеся обстоятельства в которых время реакции исчисляется долями секунды как ты себя должен вести в той или иной ситуации ты не думаешь в этот момент у тебя тело знает ну или не знает потому что такая тебе повезет есть люди у которым один раз показал и они после этого очень быстро они тебя копируют практически как слепая копия идеально ну поскольку твоя техника для них является эталоном еще очень долго будет является того я в у нас в единоборств имею ввиду потому что но настолько кто долго занимается у правильного сенсея там правильный тренер занимался и техника хорошая и тех где может не хватать растяжки где-то чего-то еще на технику тебе будет хорошая ученик будет копировать тебя он не понимает что он делает ты ему показал он повторил насколько здесь это работает я не знаю по совести сказать потому что ну здесь скорее дисциплина не сложно координационная здесь вопрос именно управление собственным телом есть даже не координационная выносливость это чистая координация ну по-хорошему то есть сила здесь особо не нужно выносливость ну ребята вас трасса 400 метров как его надо согласен есть нужно сильно удержаться на ими цветует мускулатура тебе нужно чтобы ты хотя бы удержаться мог на трассе что иначе перестали мышцы слабо тебя выкинет обязательно а вот координация здесь вот так прям малый финал поехали малый финал вот этот плотненько вот это прям все плотненько и погнали ребятам вырывается вперед за ним идет алексей триж дальше я василий папа вы на страссе до массовый завал причем такое что ну и глеб шуста в городом одиночестве сейчас поем одиночестве а сейчас будет разбираться кто виноват и что делать что там произошло мы сейчас спешить некуда да и в общем нет это вот то чем скейкросс славится своими надеюсь покажут нам что же там произошло надеюсь что все виноваты что все встанут на своих ногах доедут произошло где они там ребята в бардом одиночества до глеб так оборачивается нет доезжают все-таки красная майка эта трещь доезжает вторым если выкопались из сугробов немножко но же максим иранчук да тоже 100 едет но видимо неприятно даже вот не хочется ему прыгать с трамплина да ура а давай давай может быть он даже чуть-чуть ушибся но видимо видимо нового ногу бережет совсем это без настроения скажем так но смотрим что произошло зацепляется а нет вот 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 да ну что то там вот у раньше был перекрест траектории в лес синий и в лес зеленый точнее под красного сам упал помешал в итоге и красному разогнать он сбил его со скоростью поскольку он находился сзади у но просто ночью щелкнул его по лыжам тоже мне кажется он вот именно по проскользнули лыжи он такого да ради ты как раз к этому донова зацепил но не уронил потому что находился за ним они перед ним и снес в чистую естественно просто снес стоящего сзади но такой достаточно драматично смотрим вот этот эпизод вот он подтолкнул здесь здесь вы знаете здесь сложно сказать вот здесь могло быть опасно повезло бы молодцы ребята разобрались все рады все живо здоровье остальное остальное реально мелочи что экстрим до случае до в случае подобного завала если ты на своих ногах ушел уже делал не вместе которые ты занялся на своих ногах остальное мелочи ну-ка с этой камеры толкался чуть-чуть толкнул он как раз он был под него влезал на внутренний вираж и он ничего там сделать не мог то что тут объявили что четвертое место зеленая майка ну то есть соответственно его без дисквалификации но просто его поставили последними здесь не принципиально в заезде за медалью он бы вылетел за тройку но это опять не принципиально на мой взгляд но судьи обязаны расследовать по горячим следам если хотите каждый из подобных эпизодов ибо ибо это все ну опасно по меньшей мере и и собственно большой финал нас вами сейчас ожидают у девчонок по полуось по промышленникова и бугаевская которые уже сейчас должны готовиться к старту и решающий заезд борьба за медаль погнали оп и пока синие-зелено мыши разрывается промышленников впереди за ней мария бугаевская вот эти наши там вот там опять плотника разборки сняет оттесняет сейчас бугаевера ира кира осипова пыталась оттеснить бугаевского яска не пустила не пустила просто ну дальше уже диана популова сейчас пытается промышленникова вроде как уверенно едет к своему первому месту бугаевская за ней пытается присоседить снова растянулись прям и финиш но с первым местом до промышленникова бугаевская и третье осипова получается ну что ж драматичное начало такая развязочка в середине и бугаевская хорошо корпус поставила прям вот никого закрыла закрыла как раз на нерве кей ворота и правильно поступила абсолютно здесь осипов зеленой маки атаковал да 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 с одной стороны правильно поступил с другой стороны вот ей вот то что есть закрыли траекторию и не дали влезть стоило здесь не смотреть как оси очень уже не дают да она вроде на втором и вот она но вот он контакт вот он контакта и вот здесь как раз она прямо и это не именно такие моменты разбирают судьи пода логично потому что по факту на из внутреннего радиуса вытолкал локтем ну не вытолкала конечно руками но но я думаю что здесь когда так было незначительно да ну то есть в рамках в рамках правил не было здесь ничего прям такого криминального хотя судьи могут увидеть это несколько по-другому не исключаю на масочку снять порадоваться как сказали уже вот девчонки да здесь все-таки скорее не соперницы ну все вместе поскольку ведь на сборы на все они ездят не один год чаще всего пересекаются и какие-то там по несколько даже недель бывает живут тренируются соревнуются то есть естественно друг друга хоть из разных регионов все давным-давно знают вот такой микрокосм да с одной с одной стороны достаточно маленький как следует из названия с другой стороны там ну там разные могут были отношения в сборной как правило достаточно неплохие прям такое редко бывает что я особенно если вы вместе то я не такое не встречал конечно у нас вот у нас что он какие-то реально были конфликты чаще всего вот прям вот такие отношения достаточно дружественные но здесь видимо прямо по полу расстроилась вот там не стала снимать очки чтобы может быть мы не увидели эмоции излишних но это могут быть мои догадки старого глухого удара это мультики да мария богаевская с победой совпромышленникова с бронза кирилл осипове не расстраиваться что четвертое место есть четвертое место я вот почти выиграл это вот оно самое самое обидное почти и остается у нас с вами еще один финал конкретно большой финал у мужчин который я надеюсь что получится тоже ну не драматичным но достаточно интересно стартались туда вашему вниманию грещенко герц васяев и алёхин момент истины это грищенко красная маечка роман герц зеленая алексей васяев синяя и алексей алёхин желтая ну вот давай давай подбадривают тренеры подсел на гребенки вот на это вначале и сейчас я даже до грещенко впереди пока впереди ну очень плотно идет здесь конечно нужно смотреть в оба не пускать вот здесь он герц попытался влезть не зашел и сейчас в другую сторону и сейчас он уже атакует васяев васяев уходит на вторую позицию атака за атакой буквально да да только пока на первой позиции грищенко нет никого туда не пускает и близко к нему уже васяев и вот смотрите они сравниваются ну кто она корпуса мне кажется кажется васяев был первым а мне кажется грещенко фотофиниш фотофиниш вот здесь как раз она самая но вот это борьба но вот это борьба вот поэтому и зачем они ручки вытягивают за этим они ручки вытягивают вперед иногда вот эта точка пересечения тыц ручки за это и вытягивают я вот тут тоже вытягивал ручки буквально позавчера но мне это не принесло никаких но выйдет вы для детей азии как бы сказать то по возрасту уже не вполне подходите у нас там были свои ветеранские развлечения загоны но тоже кстати да вот с системой фотофиниш такой фото ну вот омега у нас стояла а что телеметрия у нас там свои локальные любительские соревнования с такое местечко в подмосковье парамонова духа кто же не знает собственно там все это и происходило буквально позавчера ног смотрим но по лыжам обратите внимание по лыжам впереди красный а вот руки а вот ну вот сейчас интересно у кого руки длине она но не видно непонятно непонятно вот как они вот что здесь то что я что и мы здесь должны были результаты результаты за большого заезда у юношей за большого заезда у юношей мы все внимание грищенко все-таки красный 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 синий зеленый желтый а леген со старте как засиделся так и долго доставал доставал но все-таки не получилось роман герц в какой-то момент он там бы претендовал на лидерство но его как раз не пустил сначала грещенко и подъезд за его спиной подкрался васяев и атаковал причем именно поэтому вот кажется что роман герц выглядел каким-то таким расстроенным даже да да но он долго шел вторым много долго шел какую-то часть трассы но это вы опять это вот и вот это третье место она очень-очень у него трудовое получилось очень-очень просто самаре того что было сегодня самые яркие моменты дня сегодняшнего соответственно 7 2 комплекта медали у нас были разыграны у ребят у девчонок вполне себе с такими забойщиками на детях ази выступили представители получается скейкроса в непростых погодных условиях как это водится до сложнейшие погодные условия плюсовая температура налипание снега в том числе и девчонок же были в том числе и на ботинке по поскольку мы видели как в квалификации у одной из девочек отстегнулись лыжи даже просто вот из-за того что произошло вот это налипание снега и вот здесь мы видим как защищают лишний снег как готовят крепления тренера убирает также вот эту вот налившую какую-то там налить вот бывает и такое здесь прямо все контакт и контакт но по счастью сегодня обошлось даже в этих непростых погодных условиях без каких-либо неприятностей и серьезных травм хотя на мой взгляд не все спортсмены показали тот результат на который могли рассчитывать причина банально но это конечно часто но были были падения такие достаточно жесткие но тем не менее все обошлось я сейчас узнаете больше про то что вот мы у ребят это в квали хорошо видели но не ехали лыжа но вот не ехали да потому что разница совершенно потрясающе было но одно дело когда на своих ошибках ты под ты приезжаешь с временем там отлично и другое дело когда вроде идешь неплохо ну вроде все нормально да а у тебя там 46 52 или там 52 14 против там 44 но разница ну понимаете на такой короткой дистанции разница 8 секунд мягко говоря много так то что у нас есть небольшая паузка перед церемонии награждения которым обязательно посмотрим воспользуемся ей нальем себе чаю далеко не убегайте а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, у нас есть пока устанавливаются цены для награждения. Есть время порассуждать как раз на тему погодных условий и всего прочего. Ну, нам представляют здесь, безусловно, да, Бугаевская, Популова, Промышленникова. Это первая тройка. Мария очень уверенно, конечно, провела... Да и, собственно, Диана тоже от нее не шибко отставала, скажем так. Ну, она просто как сначала уехала, так и... Вот парни. Ага. А Васяев у нас оказывается Максим. Какая прелесть. Ну, у нас во всех протоколах он был Алексей. Вот, Максим, мы просим прощения. В таких случаях принято говорить по техническим причинам, независимым от нашего канала. Обожаю эту фразу. Обваливается сигнал. По техническим причинам, независимым от нашего, мы переходим в радиоэфир. Ну, теперь Максим. Да, теперь все-таки Максим. Выяснилось все. Да, ну, слава богу, потому что награждение все-таки его... Назовут правильно, и его, собственным именем данному при рождении, не каким-то еще... Ну, вот, собственно... Сервис бригада. Ну, такие, это маршалы, которые стоят на всяких... На поворотах, на фигурах. То есть, вот эти флаги, да, они... А зачем они, кстати? Это перекрывают трассу. Ну, так принято, да, часто. То есть, если что-то происходит, трасса перекрывает. Не дай бог, там кто-то не поехал. Но это чаще всего используется в фристайле, в слопстайле, когда, ну, там, тренировка чаще всего проходит. А, да-да-да. Я почему-то привязался к соревнованиям. Не, ну, в принципе, они в соревнованиях тоже участвуют. Вот эти ребята, в том числе, помогают, вот, очищать трассу от каких-то, вот, от снега, удалять какие-то... От фракций оставшихся. Да, вот они как раз, да, они как раз спортсменов распутывают, выпутывают их. Вытаскивают из сетей, да, из сетей. Да, бывают. Конечно. Ну, это, да, достаточно забавно. Нет, вот эти сетки, это большое дело, потому что, так, представляешь, ты на скорости, там, 40-50 километров полетел куда-нибудь в направлении обрыва, да, и куркайся, разбираясь по дороге. Ну, ну, не надо. Да, при постройке трассы все-таки комки такие образуются достаточно жесткие, ледяные, и не дай бог там это все. Ну, то есть там далеко не пухлый снег за пределами трассы. Нет, по этому я целиком уже полностью с вами согласен, потому что могу себе представить последствия падения на достаточно неприятный нас на скорости, как человеку, который, в принципе, ну, то есть с чего у нас начинается любая борьба, это сумение падать прежде всего, и школа там, ну, и это касается и акробатики, и любых единоборств связанных с бросками так или иначе. Там школа весьма свирепая, которую ты обязан пройти, потому что если ты не пройдешь, ты убьешься на первом же броске, то есть тебя бросит, ты не встанешь. Ну, вот, и здесь это все помноженное на инерцию, а там, если ты упал на скорости, у тебя еще такой элемент случайности в виде, вот так поставленный нын, он тебя в эту сторону крутит, вот так выставленные руки тебя в другую сторону ведет, то есть куда ты полетишь и как ты полетишь, это нам богу известно, да, там главное руки-ноги собрать вместе, ни в коем случае их не оставлять, это можно оставить. Вот есть такое вот у нас, расхожее. Ну, мне, опять-таки, не вам рассказывать, Андрей, у вас не так давно была достаточно неприятная у самого травма. Да, это так, и... И тоже не сказать прям, вот, вы что-то не размяты. Как раз, да, я попал, да, я был хорошо размят, попал в колею и упал как раз на жесткий наст, в распор на локоть. Девушек. Ну, получилось неприятно. Так, церемония награждения, девчонок, снег зарядила, посмотрите. Тут хорошо, что работаем сейчас. Церемония цветочного награждения победителя и призёров по виду спорта фристайл в дисциплине скикросс. Награждение производит главный судья соревнований, Коряковцев Александр Игоревич. Вот они, наши сегодняшние победительницы. Победительница и два призёра. Или три призёра. Или... За третье место награждается Промышленникова София, Уральский федеральный округ. София Промышленникова, просим любить и жаловать. Третье место. Муж, ты, рукопожжать, я такой, давай, краба. Держи цветок. Но при этом цветы. За второе место награждается Популова Диана, Башкортостан. Диана Популова, представительница республики Башкортостан. Второе место, ну и... За первое место награждается Бугаевская Мария, Кемеровская область, Кузбасс. Мария Бугаевская, хозяйка соревнований, Кемеровская область, Кузбасс. С золотым букетом, здесь по-другому, наверное, не скажешь. Но поскольку цветочные церемонии, я так понимаю, что у них как на взрослых олимпиадах. Задержаться для фотографирования. Основная медальная церемония будет все-таки потом, где-нибудь на площади в торжественной обстановке. Ну, видимо, да. На местной Олимпик-Плаза. Стоять, сфотографироваться прекрасно. Вот спортсмены, народ дисциплинированный. Сказали, стоит тут улыбаться. Стоять, победители и призеров громкими аплодисментами. Ура, громкие аплодисменты. Девчонки, молодцы. Очень хороший финал показали. Кстати, жалко, что не наградили прямо вот медалями. Да, может быть, какая-то торжественная обстановка. Скорее всего. Будет конференция, да, и пресс-конференция даже с присутствием журналистов. Возможно, им будут какие-то вопросы задавать. Дети Азии. Дети Азии, да. Ну, и у нас осталась мужская еще цветочная церемония. Как бы это странно не звучало. Ну, давайте в церемонии награждения не будем сейчас вдаваться в подробности. Ну, просто по традициям, мы же с вами помним, на Олимпиадах это всегда были. То есть, сначала все поздравили, там пообнимались, все круто. Начинается церемония цветочного награждения. Награждение было на Олимпиак Плазе. Да, совершенно верно. Да, это был пафос совершенно отдельный. Это правильно было. К сожалению, со времен Сочи много времени утекло. И то, что современный олимпизм превратился в безобразие, надо что-то менять. За третье место награждается Герц Роман, Уральский федеральный округ. Роман Герц, третье место. Сейчас главное по инерции протокола не сказать, что у нас Алексей Васеев, он Максим Васеев. Ну, это потрясающе. За второе место награждается Вазеев Максим, Москва. Ну, это не здорово. Максим, еще раз просим прощения у тебя, у твоих родных и близких. Это не мы. За первое место награждается Грищенко Петр, Москва. Петр Грищенко, золото. Обратите внимание, первое и третье место у команды Москвы. Очень здорово ребята откатались, прям круто. Просим вас задержаться для фотографирования. Мы их с удовольствием и поздравляем. Мужской финал был вообще крутой с точки зрения именно напряжения. Там и атаки были постоянные, и фотофинишные. Дамы и господа, завершена церемония цветочного награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ну что же, дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами. Такая стартовая трансляция для нас по мужскому «Уске Кроссу» получилась. Большое спасибо, что были с нами. Редактор Анна Макарова и ваши комментаторы Андрей Смирнов и комментатор Клейка Матча Дмитрий Бабцов. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Спасибо, счастливо, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok